Об армии Владимиру Березюку рассказывали с детства. И родной отец парня, и его отчим прошли через срочную службу. Стать солдатом он решил, чтобы окончательно повзрослеть. Остановился мужчина. Пропали ненужные какие-то вещи, появились мышцы. Начал отжиматься, подтягиваться, хвастался этим. Владимир Березюк вырос на Салтовке. Закончил 42-ю школу. Наталья Хохлова была классным руководителем Вовы. Вспоминает, парень всегда был в хорошем настроении. Вова очень добродушный человек. Если ты ему делаешь замечание, он с улыбочкой его воспримет и сделает так, как нужно. Сейчас в школе думают, как увековечить память о своем ученике. Педагоги говорят, обязательно сделают уголок в его родной классной комнате. Мы хотим обратиться или в горосполком, или в военкомат с просьбой помочь нам сделать мемориальную доску. Если нам будут предлагать назвать школу именем Владимира, мы не будем против. После школы Владимир Березюк поступил в ХПИ. Но учебу решил оставить. Хотя и будущую специальность выбирал по своему вкусу. Очень любил компьютеры. Любил, если честно, выиграть стрелялки всякие, музыку. Любил тоже скачивания всякие. Всегда делился с нами. Придет маме, смотри, я нашел, хочешь покажу. Или идем, что-то интересненькое. Владимир хотел попасть в десант, но направили его в радиотехнические войска. В случившемся его родные теперь видят знак судьбы. Ведь парня могли забрать на службу в западную Украину, и тогда бы горя не случилось. В свою последнюю увольнительную солдат уходил 17 февраля. До вечера пробыл дома. 22 марта Владимир Березюк погиб во время нападения на часть. Объектив неделя восстановила хронологию тех событий. Как уверяют наши источники, на территорию части налетчики проникли еще за три часа до нападения. Мужчины перелезли через этот забор, перекусили колечью проволоку и спрятались за караульным помещением. В 4 часа утра, когда Олег Гурин и Игорь Шила вернулись с вышки, Владимир Березюк вышел из караульного помещения, открыл военным калитку и доложил о том, что нарушений нет. Пока Гурин и Игорь Шила разряжали оружие, на Березюкан налетчики набросились со спины в тот момент, когда он заходил в здание. В гибели сына его родные командование не винят, да и проверяющие не нашли просчетов в действиях военных. Всю вину возлагают исключительно на налетчиков. Они намеренно шли убивать. Убивать. Не то, что там. Можно же любого бойца вырубить аж бегом. Тем более, они знали, что отдыхающая смена, они без оружия. Максимум, что у них штек-ножмы мог быть. Никакой специальной подготовки речи быть не может. Вот. Все это выдумки. Обыкновенные ребята. Обыкновенные. Есть и крепкие, конечно, я не хочу ничего сказать. Отец подозреваемых в нападении отказывается от встречи с журналистами. Говорит, и без того на грани инфаркта. По телефону согласился рассказать о том, чем занимались его дети. Старший сын Сергей обучался военному делу в Москве, затем служил в Забайкалье. Вернувшись в Харьков, закончил университет радиоэлектроники, работал в Укртелекоме. Младший сын Константин окончил юрокадемию, служил в армии при военной прокуратуре, работал в банке. Последние годы оба брата проработали под одной крышей. Открыли фирму по торговле компьютерами. Отец Сергея и Константина говорит, о планах сыновей напасть на военных даже не догадывался. Не понимают, почему они пошли на такое дерзкое преступление. Но, уверен, их целью было не оружие. Соседи подозреваемых не могут оправиться от шока. Виталий Котенко хорошо знал младшего из братьев, Константина. Никак не даст себе ответа, что подтолкнуло успешных бизнесменов к такому поступку. Тем более, что у Константина остался двухлетний сын. Он ездил на хорошей машине. Я знаю, что он занимался, у него какой-то бизнес делает. Не то, что какой-то алкоголик. Нормальный парень. Все у него было нормально. С родителями погибшего солдата Леонид Собельняк не связывался. Да и родные Владимира Березюка извинений от семьи нападавших не ждут. Но для мужчины находят слова сочувствия. Ведь родители Сергея и Константина в одночасье потеряли сразу двоих сыновей. Выжившему налетчику теперь грозит пожизненное заключение. Григорий Пырлик, Алексей Калмык, Алексей Жучков и Павел Кубраков. Объектив неделя.